Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается головоломка под названием Curby Rombohedron Cube, или пышный ромбовидный кубик. Он производится компанией Lanlan, является модификацией стандартного кубика Рубика 3х3, и собираться будет по похожему принципу, но с некоторыми отличиями. Если вы умеете собирать кубик Рубика, то эти знания вам очень помогут, но в любом случае я покажу все необходимые алгоритмы. Не стоит путать ромбовидный куб с внешне похожим ромбовидным скьюбом. Если присмотреться, то количество элементов здесь разное, у куба их больше, а форма у них одинаковая. Это скьюб, это куб. Сейчас я буду рассказывать про куб. Также существует кубик бритва, он более острый, но собирается точно так же, хотя расцветка другая. Рассмотрим строение. У стандартного кубика Рубика есть центры с одним цветом, ребра с двумя цветами и углы с тремя цветами. Центров 6, ребер 12, углов 8. У ромбовидного кубика такой же набор элементов, но выглядят они иначе, и при перемешивании головоломка теряет свою форму. Центры были одноцветные, стали трехцветные, но их также 6 штук. Ребра какие-то двухцветные, какие-то одноцветные. 6 двухцветных и 6 одноцветных. Это вот эти крупные элементы рядом с центром. Уголки тоже двух типов. Одни маленькие треугольнички, одноцветные, таких 6 штук, и два крупных, трехцветных, похожих на стандартные, но даже крупнее. Вот белый-зелено-оранжевый угол и желто-синий-красный. На обычном кубике рубика на первом этапе нужно собрать правильный крест. Делать это можно любым способом. Главное, чтобы вокруг белого центра стояли 4 белых ребра, которые совпадали с боковыми центрами. Красный подводим к красному центру. Дальше оранжевый поставим напротив. Синий рядом с синим центром и зеленый поставим сюда. Вокруг центра 4 ребра. Вот эти элементы пока не нужны. Нам достаточно вот такой конструкции. 4 ребра и совпадают с боковыми центрами. На шейпонах это делается чуть сложнее, поэтому покажу подробно. На ромбовидном кубике нет чисто белого центра, зато есть трехцветные, у которых есть белый цвет. Белый-синий-красный, бело-оранжево-синий и бело-красно-зеленый. Для определенности давайте начнем с бело-синий-красного. Так я поступаю на шейпонах, где центры не одноцветные. Белый-синий-красный. У центра есть четыре стороны. С этой стороны нужно подвести синее ребро, с этой красное, с этой бело-красное и здесь бело-синий. То есть все ребра разные. Давайте начнем с одноцветных. Ищем синее или красное. Вот нашлось красное. Нужно подвести его поближе к центру. Подводим. Ну, цвета сейчас не совпадает, нужно поставить вот с этой стороны. Пока отведем в сторону, повернем центр. Мы его пока держим сверху и подведем ребро. Цвета теперь совпали, но нужно, чтобы еще совпадала и форма. Здесь видно, что форма не совпадает. Чтобы это исправить, можно либо другой стороной подвести ребро заблаговременно, либо из этого положения сделать три движения. Держим неправильное ребро справа, опускаем на себя. Вверх поворачиваем по часовой стрелке и переднюю грань против часовой стрелки. Теперь совпадают и цвета, и форма. Найдем теперь синее ребро. Вот оно. Подводим поближе. Ну, видим, что вот белое-синее место не для него, поэтому подвернем сразу с синей стороной. Подводим и проверяем. Цвета совпадают, форма тоже разворачивать не требуется. Дальше нужно белое-синее и белое-красное ребра. Смотрим, кто попадется раньше. Вот белое-синее. Подворачиваем. Ну, здесь место для белого-красного, поэтому пока отведем в сторону. Подвернем нужное место и возвращаем. Цвета вроде те, но не в том порядке. Форма совпадает, но все равно нужно ребро развернуть. И делаем это точно так же. Держим неправильное ребро справа, опускаем на себя, вверх поворачиваем и передняя грань против часовой стрелки. Теперь цвета совпадают. Но осталось белое-красное. Ищем его. Вот оно. Подводим поближе. Опять цвета не совпадают. Разворачиваем, опускаем на себя, вверх поворачиваем и передняя против часовой. Теперь и форма, и цвета четырех ребер с центром совпадают. Но этого недостаточно. Надо еще, чтобы вот эти вот ребра совпадали и с боковыми центрами. Для начала голову перевернем полученным крестом вниз. И смотрим, что здесь. Синее ребро от нашего креста не совпадает с зелено-красно-желтым центром. Также и здесь. Белое-синее ребро с этим центром не совпадают. Для начала нужно повернуть нижнюю крань, там где крест, чтобы совпадали хотя бы цвета. Белое и красное здесь отсутствуют. Вращаем дальше. Красного здесь тоже нет. Еще вращаем. Синий. Синий цвет здесь есть, может подойти, но центр придется разворачивать. Смотрим дальше. Бело-синий и бело-синий присутствуют. Здесь все совпало. Очень хорошо. И здесь красный. И красный тут присутствует. Мы расположили ребра креста на своих местах и относительно боковых центров. Но цвета и форма не совпадают у некоторых. А значит, боковой центр нужно развернуть. Делается это тоже просто, интуитивно. Нужно получить вот такую вот картину. Для этого мы располагаем неправильный центр перед собой. Переднюю грань поворачиваем на 180 градусов. То есть делаем двойной оборот, чтобы ребро креста поднялось наверх. После чего отводим в сторону. Неважно в какую. И поворачиваем центр той стороной, чтобы совпадали вот эти цвета. Слева синий, справа белый. Поворачиваем. Синий, белый. Возвращаем ребро. Цвета и форма совпадают. И можно центр развернуть обратно, чтобы ребро было снизу. Теперь все совпадает. Так же поступаем с остальными центрами. Здесь поднимаем вверх ребро. Отводим в сторону. Ребро синее, поэтому нужно центр повернуть с синей стороной наверх. Поворачиваем. Возвращаем ребро. Все совпадает. И возвращаем все на место. Четвертый центр. Поднимаем наверх. Красное ребро. Отводим в сторону. Подворачиваем центр красной стороной. Возвращаем ребро. И возвращаем все на место. Смотрим, что получилось. Получился вот такой вот белый, синий, красный крест. И вот эти ребра совпадают и с этим центром, и с боковыми, по цветам и по форме. На этом этап креста завершен. Мы собрали правильный крест. На обычном кубике рубика дальше нужно собрать первый слой. А для этого мы уголки с верхней грани, учитывая, что крест снизу, должны поставить на нижний слой. Находим уголок, который нужен. Вот белый, синий, красный. Он должен стоять вот здесь, между синим и красным ребром. И чтобы отсюда переставить его вот сюда, нужно сделать комбинацию под названием пиф-паф. Поднимаем правую грань, поворачиваем верхнюю по часовой, опускаем правую грань и верхнюю против часовой. Эти четыре движения называются пиф-паф. Но для того, чтобы поставить уголок на место, можно использовать только три движения. В случае, если нам хватит одного пиф-пафа. Как это работает здесь? Здесь мы понимаем, что между вот этими двумя белыми ребрами, белое-красное и белое-синее, вот на этом месте должен стоять не желтый уголок, а белый, белый маленький треугольник. Мы должны найти его на верхней грани, если он там есть, и переставить вот сюда. Опускаем крест вниз и ищем белый треугольник. Вот он. Далее мы должны расположить этот треугольник над своим местом. Теперь перед нами должен быть центр. Справа от него снизу место, куда мы должны поставить этот треугольник. Ровно над этим местом этот треугольник должен находиться. И отсюда мы делаем три движения от пиф-пафа. Поворачиваем правую грань. Вверх по часовой. И правая грань обратно. Мы видим, что треугольничек встал на свое место. Здесь еще само собой встало ребро, но это не обязательно. Смотрим дальше. Здесь должен стоять синий треугольник. Его на верхней грани пока нет. Поищем другие. Здесь должен большой угол. Вернемся позже. Здесь должен стоять маленький красный треугольник. У нас три уголка на первой грани. Будут треугольнички маленькие, одноцветные. И один большой крупный угол. Поищем красный. Вот красный угол. Располагаем его над своим местом. Вот между красными элементами он должен стоять. Перед нами центр. Справа уголок сверху. Его место снизу. Делаем три движения от пиф-пафа. Поднимаем правую грань. Поворачиваем верхнюю. Опускаем правую. И вот уголок встал на свою позицию. Смотрим дальше. Синий уголок, который мы искали, находится вот здесь внизу. При желании его можно поднять наверх, используя те же самые движения. Можем на его место поставить какой-нибудь другой. Например, этот зелененький уголок. Располагаем справа место и уголок, который хотим туда поставить. Делаем те же три движения. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. И синий уголок поднялся наверх. Теперь его располагаем над своим местом. Все так же справа. Делаем те же три движения. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. И вот синий на месте. Белый на месте. Красный на месте. Всегда удобнее начинать с маленьких треугольничков. Ну а теперь осталось поставить на место большой угол. У него должны быть синий и красный цвета. Ну понятно, что еще и желтый. Больших уголков всего два. Один должен стоять здесь, другой будет на верхней грани. Смотрим, какие есть. Вот синий, красно-желтый. И бело-зелено-оранжевый. Нам подойдет вот этот. Синий, красный, желтый. Располагаем его над своим местом. Центр перед нами. Уголок и его место справа. Чтобы переместить угол сюда, мы также делаем те самые движения. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. И видим, что все стало хорошо. Цвета совпадают. Но с первого раза этого может и не случиться. К примеру, из того же положения делаем те же три движения. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. И видим, что цвета не совпадают. Что же делать? А делаем все то же самое. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. А теперь нужно доделать четвертый ход от пиф-пафа, который я показывал. Он как раз вернет уголок на место, с которого мы начинали. Сделали уже, получается, два пиф-пафа. На первом уголок опустился вниз. Нам не понравилось, как он там стоит. Второй пиф-паф его поднял вверх. Делаем еще. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. И видим, что опять цвета не совпадают. Значит, нужно опять поднять. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. Ну и возвращаем на нужную позицию. Так делаем до тех пор, пока уголок не встанет на место. Он может встать с первого пиф-пафа, с третьего, либо с пятого. Делаем еще. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. И вот теперь все совпало. Можно использовать и другие движения. Ну и показываем на базе пиф-пафа. Проверяем, что получилось. Первый слой собран. Это крест. И четыре уголка. Три треугольника. И один трехцветный. Также возможны случаи, когда после сборки первых трех треугольников, четвертый угол сразу стоит на своем месте, но не той стороной. В этом случае мы берем центр перед собой, уголок справа, и также делаем пиф-паф. Поднимаем наверх. Все четыре хода. После чего продолжаем делать пиф-пафы, пока не соберется. Вот здесь собралось с первого раза. Четвертый ход можно было не доделывать. Также этот прием нам поможет в случае, если пару уголков поменялись местами. То есть они оба стоят на нижней грани, но не на своих местах. В этом случае мы делаем один пиф-паф. Один из них поднимем наверх, поставим на свое место, и потом второй также поставим на свое место. Для сборки второго слоя используются алгоритмы чуть подлиннее. Их можно запомнить визуально, либо понять. Но для тех, кому удобнее язык вращений, внизу экрана будут написаны формулы. Для начала мы находим на верхнем слое ребро, которое должно стоять на втором слое. Вот здесь, между красным и зеленым центрами, должно стоять красно-зеленое ребро. Мы располагаем его над центром, рядом с этим местом. Либо здесь, либо здесь. Чтобы определить, с какой стороны должно ребро стоять, мы просто наклоняем переднюю грань и проверяем, что это ребро будет совпадать по цветам с центрами. С этой стороны совпадает. А если мы будем с этой стороны наклонять, то цвета не совпадают. Поэтому располагаем над этим центром. Отсюда ребро нужно переставить вправо. Для этого мы используем следующее движение. Отводим ребро влево, поднимаем место, возвращаем оба движения. Сначала ребро, потом правую грань. Получилась вот такая вот пара. Мы ее уголком отводим на заднюю грань. После чего движением передней грани поднимаем место, возвращаем вот эту пару и возвращаем переднюю грань. Ребро встало в нужное положение. В случае, если мы поняли, что ребро нужно поставить на левую сторону, то есть при таком движении цвета совпадают, мы делаем алгоритм зеркально. Ребро нужно поставить налево. Мы, значит, его отведем направо, поднимем левую грань, вернем ребро, вернем левую грань. Получилась пара, мы ее углом отводим назад, поднимаем место передней гранью, возвращаем пару и опускаем переднюю грань. Ребро встало на место. Иногда может случиться такое, что ребро стоит на своем месте, но неправильно развернуто. Для начала его нужно переместить на верхнюю грань, для чего мы на его место ставим любое ребро с верхней гранью. Причем тем же самым алгоритмом. Вот это ребро направо, значит, отводим, поднимаем, возвращаем, возвращаем. Эту вот не очень красивую пару отводим углом назад, поднимаем переднюю грань, возвращаем, возвращаем. В итоге здесь ребро поменялось, а зелено-оранжевое, которое стояло неправильно, поднялось наверх. Располагаем ее над центром и тем же самым алгоритмом, можно даже не проверять, ставим на свое место. Отводим, поднимаем, возвращаем, возвращаем. Пару назад, поднимаем переднюю грань, возвращаем, возвращаем. Точно так же мы поступаем в случае, если два ребра встали на соседние места и уже ни одного нужного сверху нет. Мы также произвольное ребро ставим на место правого, одно поднимется вверх, после чего ставим его на свое место, а поднявшееся ребро отсюда ставим на свое. Для всего используются одни и те же алгоритмы. Соберем второй слой на ромбовидной версии. Мы видим, что одно ребро в виде трапеции уже стоит на своем месте, собирать его не придется. Ищем следующее. Здесь должно стоять сине-оранжевое ребро, здесь большая желтая трапеция, здесь зелено-красное ребро. Давайте начнем с желтой трапеции, как раз она была наверху. Вот ее место. Подводим поближе и проверяем, с какого центра с этого или с этого будем устанавливать. Располагаем центр перед собой, а место справа. Ребро над центром. Опускаем ребро, проверяя, будет ли совпадать цвета. Совпадает и цвет, и форма. Значит, положение правильное. На всякий случай проверим соседнего. Переместим сюда. Вот место. Опускаем переднюю грань. И видим, что цвета-то вроде совпадают, но формы нет. Значит, это положение неправильное. Возвращаем на старое. Отсюда мы видим, что ребро нужно поставить направо. Значит, делаем соответствующий алгоритм. Отводим налево. Поднимаем справа. Возвращаем. Возвращаем. Получается вот такая красивая пара. Углом. Отводим ее назад. Поднимаем переднюю грань. Возвращаем. И опускаем переднюю грань. В итоге и угол на месте, и ребро. Идем дальше. Здесь должно быть зелено-красное. Ищем. Оно вот здесь. Проверяем, с какой стороны это ребро нужно поставить сюда. Начнем с левого центра. Отсюда. Опускаем. И видим, что цвета не совпадают. Значит, положение неправильное. Возвращаем обратно. Переходим на соседний центр. Опускаем отсюда. Видим, что цвета совпали. Значит, отсюда ребро переставляем налево. Делаем алгоритм зеркально. Отводим вправо. Поднимаем слева. Возвращаем. Возвращаем. Получилась вот такая вот маленькая пара. Уголком отводим назад. Поднимаем место передней гранью. Возвращаем пару. И вот эту удачную конструкцию опускаем обратно. Он стал гораздо симпатичнее. Осталось синий-оранжевое ребро. Оно как раз рядом. Проверим. Отсюда уже сразу цвета совпадают. Значит, положение удачное. И от этого центра мы ставим налево тот же самый алгоритм. Отводим. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Получаем маленькую пару, но правильную. Отводим углом назад. Поднимаем переднюю грань. Возвращаем пару. Опускаем. В итоге два слоя уже собраны. Сборка верхнего слоя будет гораздо сильнее отличаться от стандартного метода для кубика робика 3х3. Нам потребуется алгоритм под названием рыбка. Выглядит он вот так. Поднимаем правую грань. Вверх по часовой. Опускаем правую грань. Вверх снова по часовой. Поднимаем правую грань. Вверх поворачиваем два раза, неважно в какую сторону. И опускаем правую грань. Этот алгоритм перемещает вот эти три ребра против часовой стрелки. Мы видим, что здесь появилось красное вот отсюда. То есть красное перешло сюда. Оранжевое перешло сюда. И синее перешло сюда. Для того, чтобы сделать обратную перестановку, можно выполнить зеркальный алгоритм. Для этого поднимаем левую грань. Вверх против часовой. Опускаем левую грань. Вверх против часовой. Поднимаем левую грань. Вверх два раза, неважно в какую сторону. И опускаем левую грань. И ребра встали на свои места, так как переставились по часовой стрелке. При помощи такой рыбки мы будем переставлять ребра верхнего слоя. Для начала нужно найти ребро, которое совпадает по цвету с верхним центром. Вот оранжевое ребро с оранжевой стороны. Форма может и не совпадать. Главное, чтобы совпадал цвет. Для удобства мы поставим ее к боковому оранжевому центру. И вот уже ребро стоит на своем месте. Далее, три оставшихся ребра мы будем переставлять при помощи только что показанных рыбок. Делаем правую рыбку, если нужно переставить эти ребра против часовой стрелки. И левую рыбку, если наоборот, по часовой. В нашем случае вот это зелено-желтое ребро должно перейти вот сюда, к зелено-желтому месту. А это зеленое ребро перейдет сюда, а это сюда. Это движение против часовой стрелки. Значит, делаем правую рыбку. Поднимаем справа, поворачиваем вверх по часовой Опускаем справа, вверх снова по часовой Поднимаем справа, вверх поворачиваем дважды Опускаем справа И здесь мы видим, что все ребра встали на свои места Да еще и совпадают и по цветам, и по форме Так бывает не всегда, поэтому рассмотрим другие случаи Находим ребро, которое по цветам совпадает Это зелено-желтый Поставим его к зелено-желтому центру для удобства Дальше смотрим остальные, как надо переставить Если вот это желто-оранжевое поставить сюда, она будет не на своем месте Даже как зеленое здесь тоже не к месту Но если мы поставим оранжевое сюда, то будет все хорошо И зеленое сюда встанет красиво А значит нам нужна перестановка по часовой стрелке И мы делаем левую рыбку Поднимаем слева Вверх против часовой Опускаем слева Вверх против часовой Поднимаем слева Вверх два раза Опускаем слева И видим, что это ребро на месте осталось Зеленое стало к зеленой стороне центра Оранжевое к оранжевой И тут тоже Но здесь цвета не совпадают А здесь форма не совпадает Вроде бы все ребра на местах Но развернуты они неправильно И их нужно разворачивать Здесь возможны три ситуации Самая простая это палка Когда рядом с центром два ребра правильно ориентированы Располагаем вот эту палку горизонтально Не вертикально Именно горизонтально Поворачиваем переднюю грань по часовой стрелке Делаем пиф-паф И возвращаем переднюю грань Получается крест Где желтые ребра Правильно развернуты Здесь вместо желтых ребер Оранжевое и зелено-желтое Поэтому располагаем их горизонтально Слева и справа И делаем тот же алгоритм Передняя грань по часовой стрелке Пиф-паф И передняя грань обратно Мы видим, что что-то изменилось И не в лучшую сторону Одно ребро как стояло на месте, так и осталось Но ребра уже не совпадают Ни по форме, ни по цветам Дело в том, что ребра переставились И их нужно вернуть на место Мы видим, что перестановка зеленого ребра сюда Пользы не принесет А если зелено-желтое поставить на это место То будет хорошо Значит перестановка должна быть по часовой стрелке Делаем левую рыбку Поднимаем Против часовой Опускаем Против часовой Поднимаем Вверх два раза Опускаем И вот теперь все ребра И на местах И развернуты Правильно Другая ситуация Галка Это когда два правильно ориентированных ребра Находятся рядом Не напротив А рядом Мы располагаем одно слева Трогое сзади И делаем похожий алгоритм Сначала передняя грань по часовой стрелке После чего мы делаем пиф-паф Но наоборот Сначала поворачиваем верхнюю грань Потом поднимаем правую Возвращаем верхнюю грань Возвращаем правую И переднюю грань ставим на место Также четыре ребра разворачиваются нужной стороной Здесь галка будет выглядеть вот так Одно ребро И второе ориентированно правильное Два других нет Располагаем Одно правильное сзади Другое слева И выполняем алгоритм для галки Поворачиваем переднюю грань Делаем пиф-паф наоборот Вверх Право Вверх Обратно Право Обратно И возвращаем в верхнюю грань Видим также Ребра переставились Но теперь мы знаем Что они все развернуты Нужной стороной И вернем их на место Зелено-желтое Если пойдет сюда Станет хорошо То есть перестановка Против часовой стрелки Это правая рыбка Поднимаем Поворачиваем Опускаем Поворачиваем Поднимаем Поворачиваем Дважды Опускаем Ребра на местах Иногда случается так Что мы не находим ребра Которые сразу стоят на своем месте Зелено-желтое на оранжевом Зеленое на желто-оранжевом Оранжевое на зелено-желтым И оранжево-желтое на зеленом месте В этом случае непонятно Какое ребро Ставить перед собой Можно поставить любое И сделать Рыбку Либо правую Либо левую Можно конечно Просчитать Что это зелено-желтое Перейдет вот сюда И станет вот на это место Если это хорошо То делать именно такую рыбку Но также можно увидеть Что зеленое Перейдет сюда А оранжевое сюда Тогда вот оранжевое ребро Станет на место Чаще всего Одной Максимум двух Перестановок Бывает достаточно Делаем рыбку Чтобы какое-то ребро Стало на место Я делаю правую рыбку Проверяем Что получилось Оранжевое ребро Стало возле оранжевого места Стало криво Но все-таки На своем месте Переставляем остальные Против часовой стрелки Будет хорошо Делаем ту же самую рыбку Поднимаем Поворачиваем Возвращаем Поворачиваем Поднимаем Вращаем Дважды Возвращаем И мы видим Что все ребра на местах Но все четыре Развернуты И мы получаем Ситуацию Точка Она бывает редко Но возможно Вокруг центра Нет ни одного Правильно Ориентированного Ребра На кубике Рубика Выглядит вот так Но если не обращать Внимание На уголки То центр И ни одного Желтого ребра Решить Очень просто Сначала мы делаем Алгоритм для палки Поворачиваем Переднюю грань Делаем Пиф-паф И Возвращаем Переднюю грань На место После чего Получаем Галку Ее Разворачиваем В нужное положение И делаем Алгоритм Для галки Поворачиваем Переднюю грань Делаем Пиф-паф Уже Обратный И возвращаем Переднюю грань Вот получаем Крест Галки пока Не важны Здесь Делаем То же самое Сначала Алгоритм для палки Поворачиваем Переднюю грань Пиф-паф Возвращаем Переднюю грань Здесь Галку Хоть и не видно Но она есть Делаем Двойной Поворот В верхней Грани И после чего Галку Поворачиваем Переднюю грань Обратный Пиф-паф И возвращаем Переднюю грань Получаем Вот такую Вот Перестановку Здесь опять Ни одно ребро На месте Не стоит А значит Нужно Переставлять Рыбками Зелено-желтое Вот сюда Встанет Хорошо Делаем Пока Из любого Положения Так как Правильного Ребра Нет После Правой Рыбки У нас Появилось Ребро Которое Стоит На месте Делаем Еще раз Правую Рыбку И все Станет Хорошо Двойное Движение Можно делать В любую Сторону Вот Остается Довернуть И все Ребра На своих Местах Тут и уголки Встали Но с ними Мы разберемся Позже Собирать Ребра Можно и Другим Способом Используя Те же Алгоритмы Но в Другом Порядке Конструкция Голомки Позволяет Сразу Определить Ориентацию Ребер Это Не так Очевидно Но Определить Можно Посмотрим На Желто-оранжевое Ребро Подведем Его К боковому Центру С такими же цветами Видим Что Желтый И оранжевый С этими Цветами Не совпадают А значит Желто-оранжевое Ориентировано Неправильно Посмотрим На следующее Оранжевое Оно стоит Уже Возле Своего Бокового Центра И по форме И по цвету Совпадает Оно Ориентировано Правильно Его запоминаем Смотрим Следующее Зеленое Оно тоже Возле Своего Уже Стоит Если бы Не стояло Мы бы Пододвинули По форме Не совпадает А значит Ориентировано Неправильно Смотрим Следующее Зелено-желтое Ну так повезло Что все Они уже стояли У своих Центров Ну допустим Такого не было Подворачиваем К своему И видим Что Зелено-желтое Цвета Совпадают А значит Это ребро Тоже Правильно Ориентировано В итоге Зелено-желтое И оранжевое Ребра Ориентированы Правильно Они находятся Напротив Значит Это палка Располагаем Слева И справа Делаем Алгоритм Для палки Поворачиваем Переднюю грань По часовой Пиф-паф И возвращаем Переднюю грань Смотрим Что получилось Ребра Как-то Поменялись Если теперь Их сравнить С боковыми Центрами То они наверняка Все будут Совпадать Зелено-желтое Совпадает Оранжевое Совпадает Зеленое Совпадает И Желто-оранжевое Тоже Совпадает Все ребра Ориентированы Правильно Одно Даже Совпадает С верхним Центром И остается Их Переставить В данном Случай Нам потребуется Правая Рыбка Так как Перестановка Против Часовой Стрелки Делаем Правую Рыбку Получаем Все Ребра Собраны Уголки Опять Стали на Места Этого Мало И не Быть Движение На первый Залят Меньше Но Определять Ориентацию Ребер Которые Стоят Не на Своих Местах Не Всегда Удобно Поэтому Первый Показанный Способ Мне нравится Больше Для Подобных Головоломок На подобных Шейпондах Переставлять Углы Верхней Грани Можно Разными Алгоритмами Три Из Четырех Угла Симметричны Их Ориентация Не важна Поэтому Подойдут Алгоритмы Даже Те Которые Разворачивают Элементы Я покажу Алгоритм Из Своего Метода Для Начинающих Для Кубика Рубик Три На Три Но Подойдет Любой Другой В этом Случа Необходимо Верхнюю Грань Расположить К себе И Слева Сверху Спереди Поставить Угол Который Стоит На Месте Далее Делаем Следующее Движение Правая Грань От Себя Верх Против Часовой Правая Грань От Себя Низ Два Раза Два Раза Неважно В какую Сторону Правая Грань На Себя Верх По Часовой Правая От Себя Низ Опять Два Раза И Правая Грань Два Раза Если Углы Не встали На Свои Места Алгоритм Нужно Повторить От Себя Против Часовой От Себя Низ Два Раза На Себя По Часовой От Себя Низ Два Раза Правая Два Раза В случае Если Изначально Ни один Уголок На Месте Не Стоит Мы Также Поворачиваем Желтую Грани К Себе И Из Любого Положения Когда Верхняя Грань Обращена К Нам Делаем Тот Ж Самый Алгоритм Потом Один Из Уголков Встанет На Место Располагаем Его Слева Сверху Спереди И Еще Раз Делаем Тот Ж Самый Алгоритм Пока Гололомка Не Соберется Все Собралось Можно Завершать Посмотрим Как это Работает На Ромбовитном Кубике Вот Верхняя Грань Здесь Зелено Оранжево Желтый Центр И эту Грань Мы должны Расположить Перед Собой Центр Чтобы Был Перед Нами Далее Смотрим Уголок Явно Не На Своем Месте Этот Тоже Желтый В большой Впадине Зеленый На Своем По цвету Совпадает Оранжевый Не На Своем Располагаем Правильный Угол Слева Сверху Спереди И Вполняем Алгоритм Правая Грань От Себя Верх Против Часовой Правая Грань От Себя Низ Два Раза Неважно В какую Сторону Правая Грань На Себя Верх По Часовой Стрелке Правая Грань От Себя Низ Опять Два Раза И Правая Грань Дважды Смотрим Что Получилось Уголок Явно Явно Не на своем Мести Как И Вот Эти Два Но Зеленый Остался Там Где Был Если Не Получилось С Первого Раза Из Того же Положения Повторяем Алгоритм От Себя Против Часовой От Себя Низ Дважды На Себя По Часовой От Себя Низ Снова Дважды И Правая Грань Два Раза Неважно В какую Сторону И Видим Что Все Уголки Встали На Свои Места Один Развернут Но С этим Разберемся Чуть Позже Все Углы На Своих Местах В случае Если Изначально Ни Один Уголок На Месте Не Стоит Мы Все Равно Зелено Оранжево Желтый Центр Направляем К себе И Делаем Алгоритм Тот Же Самый Час Положение Этих Уголков Неважно Можно Делать С Любой Позиции Главное Чтобы Центр Зелено Желто Оранжевый Был Перед Нами Алгоритм Точно Такой Же От Себя Против Часовой От Себя Низ Два Раза На Себя Под Часовой От Себя Низ Два Раза Правая Грань Дважды Смотрим Что Получилось Желтый Уголок Стал На Место И Эти Три Нужно Переставить Теперь Желтый Располагаем Слева Сверху Спереди Делаем Алгоритм Еще Раз От Себя Против Часовой От Себя Низ Два Раза На Себя По Часовой От Себя Низ Два Раза И Правая Грань Дважды Все Уголки Снова На Местах Этот Потребуется Развернуть Помимо Собранного Состояния В конце Нас Может Ожидать Необходимость Развернуть Один Угол Остальные Уголки Одноцветные На верхней Грани Их ориентация Не важна А этот Угол Может быть Повернут Правильно Либо Неправильно И чтобы Его Развернуть В нужное Положение Потребуется Шесть Пиф-пафов Для этого Мы располагаем Центр С которого Начинали Перед собой Вот он Белый Синий Красный Сверху Должен быть Другой Центр А уголок Который Мы разворачиваем Должен оказаться Слева Сзади Сверху Вот на этом Месте То есть С этого Мы начинали Вот другой Центр Сзади Верхний Центр И вот Уголок Который Нужно Развернуть Из этого Положения Мы делаем Два Либо Четыре Пиф-пафа Пока Уголок Не развернется В нужное Положение Начинаем Первый Пиф-паф Второй Пиф-паф Смотрим На уголок Он Вот этой Стороной Не совпадает С белым Ребром Значит Делаем Еще Два Пиф-пафа Первый Пиф-паф Второй Пиф-паф Теперь Уголок Развернулся Правильно Не Перехватывая Головоломку Мы Вращаем Левую Грань Так Чтобы На место Уголка Который Мы разворачивали Встал Вот этот Белый Одноцветный И делаем Еще Два Пиф-пафа Первый Второй В конце Придется Левую Грань Вернуть На место И Головоломка Собрана В общем Мы сделали Шесть Пиф-пафов Сначала Четыре А потом Два Но могут Они быть И в другом Порядке К примеру Вот сейчас Центр Углы Все на местах Осталось Развернуть Вот этот уголок Ставим В нужное Положение Располагая Перед собой Бело-синий Красный Центр Сверху Другой А уголок Слева Сзади Сверху Делаем Так же Сначала Два Пиф-пафа Первый Второй И видим Что уголок Уже сразу Стал Как надо А значит Мы Прямо Сейчас Вращаем Левую Грань И ставим На его Место Белый Треугольник И делаем Оставшиеся Четыре Пиф-пафа Чтобы в сумме Было Шесть Первый Второй Третий Четвертый И возвращаем Левую Грань На место Других Ситуаций С разворотом Верхнего Угла Быть не Может Я показал Все Что есть Покажу Пример Сборки Для Закрепления Находим Бело Синий Красный Центр И располагаем Вокруг Него Нужные Ребра Вот Первое Ребро Бело Синее Уже Стоит На своем Месте Но Развернуто Неверно Развернем Как Нужно Используя Три Движения Стало Хорошо Дальше Ищем Еще Синие Например Подводим Поближе Это По форме Совпадает Ищем Следующее Нужно Красное И Бело-красное Вот Бело-красное Подводим Не совпадает По цвету Значит Развернем На себя По часовой И переднюю Против часовой Стало Хорошо Дальше Еще Красное Нужно Оно Вот здесь Подводим Поближе Так И сразу Хорошо Становится Крест Пока Неправильный Располагаем Снизу Смотрим На боковые Центры Синий Здесь Не совпадает Значит Вращаем Тоже Бело-красное Белого Здесь нет Вот Просто красный Просто красный Красной стороне Вроде Даже Неплохо Подошел По форме Все совпало Здесь Бело-красное Бело-красная Сторона Есть Бело-синий И здесь Бело-синим Тоже есть Синий И синий Есть Стоят На своих местах Осталось Развернуть Ну Кроме Вот этого Здесь Все хорошо Поднимаем Вращением Передней Грани Ребро Креста Наверх Отводим В сторону И поворачиваем Центр С синей стороной К ребру Возвращаем Возвращаем Ребро Это не Синяя Сторона Надо еще Повернуть А теперь Должно Получиться Так Все совпало Возвращаем Вниз Теперь Стало Красиво Смотрим Дальше Здесь Бело-синий Поднимаем Вверх Отводим В сторону Поворачиваем Бело-синий Стороной Центр Возвращаем Ребро Все совпадает Ставим Вниз И третий Центр Вот этот Разворачиваем На 180 градусов Отводим Бело-красное Ребро Подворачиваем Центр Бело-красной Стороной И возвращаем Ребро Стало Красиво Возвращаем На место Получился Правильный Крест Собираем Дальше Уголки Нам нужен Красный Треугольник Белый Треугольник И синий Треугольник Кто первый Попадется Вот белый Треугольник Его нужно Поставить На белое Место Место Вот здесь Занято Крупным углом Но он Подвинется Ничего страшного Делаем Три движения Чтобы встало На место Так Белый Есть Смотрим Дальше Вот красный Его нужно Поставить На красное Место Вот сюда Располагаем Над ним Все это Справа И делаем Те же три движения Поднимаем Поворачиваем Опускаем Три первых Хода От пиф-пафа Белый Красный Есть Нужен Синий Синий Здесь Отсюда Ставим Сюда Поднимаем Поворачиваем Опускаем Три есть И нужен Еще Синий Красный Угол Ищем Его Сверху Вот Синий Красный Но Желтым Цветом Делаем Пиф-пафы До тех пор Пока он не встанет Как надо Располагаем Его справа Его место Тоже справа Делаем Первый Пиф-паф Встал Нехорошо Делаем Второй Пиф-паф Поднимется Вверх Делаем Третий Пиф-паф Все равно Плохо Значит Делаем Четвертый И снова Поднимется Вверх Делаем Пятый Пиф-паф Самый Худший Случай Все Стало Хорошо Первый Свой Собран Собираем Второй Здесь Должно Быть Сине Оранжевое Ребро Сверху Такое Есть С этого Центра Если Опустить То Все По цветам Совпадет Значит Переставляем Ребро Отсюда Сюда Отводим В сторону Поднимаем Слева Возвращаем Возвращаем Получили Вот такую Маленькую Пару Отводим Назад Поднимаем Переднюю Грань Возвращаем Ребро И все Опускаем На место Первое Есть Сюда Должно Быть Желтое Ребро Наверху Нет Сюда Зелено Красное Вот оно Опустим С этой Стороны Цвета Не совпадают Значит Надо Ставить С другой Переводим Сюда Здесь Видимо Все Совпадет Значит Опять Переставляем Отсюда Налево Отводим Вправо Поднимаем Возвращаем Возвращаем Маленькая Пара Отводим Назад Поворачиваем Переднюю Грань Возвращаем Возвращаем Второе Есть Сюда Нужно Белое Белое Есть Наверху Хорошо Отсюда Примеряем Если Опустить То Встает Красиво Значит Наконец-то Отсюда Поставим Направо Отводим Влево Поднимаем Возвращаем Возвращаем Маленькая Пара Отводим Ее Назад Поднимаем Переднюю Грань Вставляем Пару И Опускаем Так И осталось Одно Ребро Вот сюда Желтая Трапеция Подводим Поближе Примеряем С этой Стороны Хорошо Значит Делаем Алгоритм Опять Отсюда Направо Поворачиваем Налево Поднимаем Возвращаем Возвращаем Большая Пара Получилась Углом Отводим Назад Поднимаем Переднюю Грань Возвращаем Возвращаем Два Своя Собраны Смотрим Что Наверху Так Оранжевая Зеленая Стоят Неправильно Здесь Тоже Вот Желтая Оранжевая Стоит С нужной Стороны Но Ориентированно Неправильно Переставим Остальные Чтобы все Стояли Хотя бы На своих Местах Если Зеленая Передет Сюда То встанет На место Значит Делаем Правую Рыбку Перестановка Против Часовой Стрелки Делаем Рыбку Что Получилось Стоит Хорошо Хорошо Это Перевернуто И это Перевернуто Значит Перед Нами Галка Слева Сзади Делаем Галку Поворачиваем Переднюю Грань Почасовой Делаем Обратный Пиф-паф И Переднюю Грань Обратно Ребра Развернулись Оставилось Поставить Их На место Вот Это Оранжевая Сразу Поставим На нужную Позицию И Здесь Понятно Что Правой Рыбки Нам Хватит Что Получилось Крест На верхней Грани Готов Остается Переставлять Уголки На удивление Вот этот Большой Угол Стоит На своем Месте Да еще И правильно Развернут Берем Зелено Желто Оранжевый Центр Перед собой Правильный Угол Здесь И делаем Алгоритм От себя Против Часовой От себя Низ Поворачиваем Два раза Неважно В какую Сторону На себя По Часовой От себя Низ Опять Дважды И Правую Грань Дважды В итоге Все сразу Стало на свои места И уголок Разворачивать Не потребовалось Допустим Что это не так И уголок Все-таки Требуется Развернуть Располагаем Перед собой Центр С которого Мы Начинали Бело Синий Красный Можно Конечно И другое Главное Чтобы Вот этот Уголок Был Слева Сзади Сверху И делаем Пиф-пафы По два Пока он Не развернется Первый Пиф-паф Второй Пиф-паф Уголок Не развернулся Значит Делаем Еще два Первый И второй Как только Уголок Развернулся Ставим На его место Белый Треугольник Ну Любой Любой Другой Который Здесь Есть Делаем Еще Два Пиф-пафа Возвращаем Левую Грань На место И Ромбовидный Кубик Рубика Собран В итоге Это Не очень Сложная Головоломка Но со Своими Особенностями Симметричные Уголки Добавляют Некоторого Интереса Этап Разворота Углов Становится Очень простым Даже Проще Чем На Мастер Морфиксе Всего Лишь Одна Ситуация Которая Решается Шестью Пиф-пафами Тренируйтесь И все У вас Получится А на Этом Все Всем Спасибо Всем Пока